Для людей с ограниченными возможностями спорт является одним из реальных способов реализовать себя. Очень многое для популяризации паралимпизма в нашей стране делают сами атлеты. Чуть достижения просто поражают. Сегодня мы вам расскажем о самых лучших из них. Самоотверженные люди, сумевшие победить свой недуг и доказать, что воля и сила духа сильнее любых преград. Именно так можно характеризовать спортсменов, тренирующихся под руководством председателя Ассоциации спортсменов с ограниченными возможностями «Имбаспорт» Сергея Афанасенко. Они пробуют себя в различных видах спорта, но больше всего им по душе большой и настольный теннис. В 1999 году меня пригласили в Москву, и я вообще никогда не сидел на коляске, не играл вообще в теннисе. Меня просто взяли, пригласили в Москву, и я первый раз играл в турнире «Равные возможности» и в профессиональном турнире в большом теннисе. Когда я приехал в Кишинев, то уже организовал эту ассоциацию, и уже начали заниматься, и основа была «Большой теннис». Потом уже подключился настольный теннис, уже потом начали ребята звать в Украину, уже начали бильярд русский, потом пул восьмерка, потом дартс, потом поехали в Белоруссию. Легкая атлетика, гонки на колясках, толкание ядра, диск, копье, и пошло потихонечку. Ну а снова «Большой теннис на колясках», и еще у нас есть команда баскетбола. Соревнования по теннису на колясках проводятся на обычных кортах с обычными ракетками и мячами. Единственное отличие заключается в том, что в теннисе на колясках допускается два удара мяча площадку. Часто проводятся матчи, в которых теннисисты на колясках играют со здоровыми спортсменами. У меня спорт помогло больше приобрести новых друзей, знакомства больше. Даже за границей, когда мы ездим в соревнования, уже знакомимся с другими людьми, интереснее общение больше становится, и с ребятами интересно общаться. Безусловно, для обеспечения доступности спортивной инфраструктуры для таких граждан в Молдове еще многое нужно сделать. В стране не хватает специализированных многофункциональных спортивных объектов, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья имели равные возможности для занятия спортом и самореализации. Люди не знают, что это такое, и даже с точки позитива, получается, что у нас считается, что коляска – это приговор. Хотя это не так, это же такая же жизнь, все это, и поэтому вот это все, что мы сейчас делаем, вот эти теннис, большой теннис, настольный теннис, да не важно, даже то, что я приехал на машине, приехал на работу, это и есть вот то, что это очень важно, это и есть равные возможности. История каждого паралимпийца – это история победы над собой. И это действительно не может оставить нас равнодушными, особенно когда эти спортсмены добиваются таких высот. В настольном теннисе у нас есть Дмитрий Кузук, который живет в Бендерах. Он у нас по настольному теннису первый в Молдове и постоянно занимает в России места. Первые призовые тоже очень уникальный человек на коляске и делает человека в года признан в Бендерах там и очень серьезный. Здесь, в Кишиневе, наконец-то в прошлом году так получилось, что мы поехали, благодаря четырем поездкам, Сергей Соколов встал в рейтинге в паре, зашел в паре и в одиночном уже зашел в рейтинг, потому что для того, чтобы быть в рейтинге, надо было пойти два турнира. Я, мой результат был 183-й, 700 человек, что было понятно, потому что 700 человек, 710 человек играют большой теннис на коляске. Все это в паре, тоже мы 260-й, 248-й. Спорт – это очень важный стимул к жизни человека. Это воспитание характера, силы духа, он дает и чувство самоуважения и уважения общества. И хотя физические возможности этих людей ограничены, их мужество и стойкость поистине безграничны. Участие на любых соревнованиях – это уже победа. Победа над собой, победа над непростыми обстоятельствами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok